Мы заканчиваем этот блок, посвященный поражению почек при опухолях и лечении их, и переходим к не менее важной проблеме, которая гораздо, может быть, даже и более часто встречается в практике терапевта. Это повреждения у почек, ассоциированные с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. И я предоставляю слово доктору медицинских наук, профессору кафедры внутренних профессиональных болезней ревматологии, тоже первого Московского государственного университета, Чеботарёва Наталья Викторовна. Пожалуйста, Наталья Викторовна. Глубоко уважаемые коллеги, нестероидные противовоспалительные препараты являются основными препаратами, которые используются для лечения острой хронической боли. Конечно же, наибольшее количество побочных эффектов НПВП мы ожидаем при длительном лечении, то есть при лечении хронического болевого синдрома. По результатам опроса, проведенного в 15 европейских странах, было показано, что в среднем около 19% населения Европы страдают от хронической боли различной интенсивности. Наиболее часто это суставная боль и боли в спине. Механизмом терапевтического действия нестероидных противовоспалительных препаратов является прерывание циклооксигеназного пути метаболизма орхидоновой кислоты. Существует два фермента. Изо фермента ЦОК-1 и ЦОК-2. ЦОК-1 экспрессируется всеми тканями и клетками организма в норме, обеспечивают синтез простагландина в норме. Циклооксигеназа-2 экспрессируется в очаге воспаления. Селективные ингибиторы ЦОК-2 подавляют непосредственно циклооксигеназу в области воспаления. К ним относятся как СИБы. Умеренной селективностью в отношении подавления ЦОК-2 обладают мелоксикамни, мисулит, набумитон и тадалак. Остальные НПВС относятся к группе неселективных, то есть ингибируют в одинаковой степени оба фермента. Простагландины Е2 и Е2 оказывают сосудорасширяющие действия. Это очень важно для поддержания прегломерулярного сопротивления, уровня клубочковой фильтрации и предотвращения падения внутрипуточного кровотока. Помимо регуляции внутрипуточного кровотока, нестероидные противовоспалительные препараты могут влиять на водно-электролитный обмен, вызывая через ингибирование реабсорбции натрия в восходящем отделе петли Генли, задержки жидкости воды и гиперкалиемии за счет развития гипоринемического гипоальдостерония. Нужно сказать, что нарушения водно-электролитного обмена являются основными побочными эффектами НПВП и в том числе повышение давления за счет задержки натрия и воды. Но что касается почечного повреждения, то в первую очередь хотелось бы остановиться на остром почечном повреждении. В основе острого почечного повреждения лежат гемодинамические эффекты НПВП. Оно может развиваться уже после первого приема препарата. Нарушение баланса между вазоконстрикторами и вазодилататорами лежит в основе ОПП за счет подавления синтеза простагландинов и смещения вектора в сторону вазоконстрикторов, что приводит к снижению внутрипочечного кровотока и резкому падению скорости клубочковой фильтрации. На основании метаанализа более 3,5 исследований было показано, что риск ОПП в результате приема нестероидных противовоспалительных средств он значительно достоверно повышен как в общей популяции, так и у больных с исходно нарушенной функцией почек. Но наиболее высокий риск ОПП отмечается среди пациентов старше 50 лет. То есть пожилых пациентов в два раза риск у этой группы, у этой категории выше, чем у остальных. Но не только у пожилых этот риск повышен. Исследования солдат американской армии, молодых людей, людей среднего возраста, которые получали высокие дозы НПВП после травм, полученных травм, более 700 тысяч пациентов было обследовано, у них был отмечен умеренный, но все-таки статистически значимый риск как развития острого почечного повреждения, так и развития хронической болезни почек в соответствии с этим повреждением. Для развития ОПП, конечно же, необходимы определенные условия. То есть это состояния, которые сопровождаются активацией вазоконстрикторов еще до приема нестероидных противовоспалительных препаратов. Это снижение объема циркулирующей крови, сердечная недостаточность, гипоальбуминемия у пациентов, допустим, с нефротическим синдромом, с печеночно-клеточной недостаточностью. Это пациенты с диабетом, гиперурекемией, хронической болезнью почек любой стадии, с тенозом почечной артерии. И обратите внимание, парентеральное назначение НПВП тоже сопровождает, это тоже фактор риска, потому что достигается пик концентрации одномоментно в крови, и, следовательно, максимально в это время подавляются простагландины, активируются вазоконстрикторы. Особенно это важно для пожилых пациентов, страдающих, имеющих коморбидность и принимающих, помимо НПВП, другие препараты, например, диуретики, которые могут вызвать гиповолемию, и блокаторы РАС, влияющие на гемодинамику почки. Кроме того, они имеют уменьшение количества жидкости, мышечной массы, измененный метаболизм и фармакодинамику препаратов, и другие особенности, которые могут предрасполагать к нарушению приема препаратов. В представленном выше метаанализе также был оценен риск УПП в зависимости от селективности нестероидных противовоспалительных препаратов. Было показано, что риск этот выше при приеме препаратов из группы не селективных, в отличие от селективных препаратов, причем независим от степени селективности. То есть умеренной селективностью они обладали в отношении ингибирования ЦОК, или высокой селективностью. Авторы отмечают, что в этой группе, скорее всего, риск УПП был связан не столько с селективностью, сколько с дозами принимаемых НПВП. Другим вариантом поражения почек является острый интерстициальный нефрит, который тоже может сопровождаться развитием острого почечного повреждения с повышением креатинина, но механизм несколько другой – это реакция гиперчувствительности. Развивается чаще у пожилых пациентов, опять-таки, которые длительно принимают НПВП, более 6 месяцев. Патогенез связан с особенностями метаболизма у этих пациентов арахидоновой кислоты с образованием преимущественным лейкотреенов, которые активируют Т-лимфоциты, что сопровождается инфильтрацией тканей почки, активированными Т-лимфоцитами и макрофаками. Возможно воздействие и гемодинамического фактора с ишемией канальцев и с повреждением тубулярных клеток. Для острого тубу-интрисциального нефрита у пожилых, ассоциированного с приемом НПВП, помимо нарушения функций почек, иногда тяжелых, требующих гемодиализа, характерно развитие высокой протеинурии вплоть до нефротического синдрома. Но реже, по сравнению с другими острыми тубу-интрисциальными нефритами, развиваются внепочечные проявления. Лихорадка, кожаная сыпь, суставной синдром. Не очень характерны для этого типа поражений. Мы знаем, что, конечно же, нефротический синдром не характерен для интерстициального поражения почек. Но в случае приема НПВП имеет место ассоциированное с острым интерстициальным нефритом поражение клубочков. И морфологически у этих пациентов с нефротическим синдромом выявляют либо минимальные изменения, либо мембранозную нефропатию. В этом случае необходимо как можно раньше назначить глюкокортикостероиды. В этом случае эффективность этих препаратов будет больше. Другой вариант поражения почек у острый сосочковый или папиллярный некроз связан с прямым токсическим действием аналгетиков на мозговой слой почки, на сосочки почек. Раньше связывались с приемом феноцетина, но в настоящее время все-таки описывают случаи сосочкового некроза и связывают это с приемом комбинированных препаратов парацетамола с аспирином, кофеином, кодеином, фенозоном. Механизм связан с подавлением простагландин, синдетаза в мозговом слое аспирином. Допустим, это приводит к ишемии мозгового слоя почки. Плюс продукты деградации, раньше феноцетина, сейчас парацетамола, концентрируются там же, в этом же месте, в почечных сосочках, приводят к их повреждению и часто к некрозу. Клинически это проявляется макрогематурией и клиникой почечной колики, порой с отхождением некротизированных почечных сосочков. Неоднократные эпизоды почечного сосочкового некроза могут сочетаться с аналогетической нефропатией. Четвёртый вариант поражения почек аналогетическими препаратами. Это форма хронической интерстициальной нефропатии, которая приводит к прогрессирующей почечной недостаточности. Патогенез не совсем изучен, в общем-то, так же, как и количество таблеток, которые достаточно для развития этой формы. К моменту развернутой клинической картины заболеваний у пациентов с аналогетической нефропатией, как правило, отмечается употребление 50-70 таблеток в год, более 0,3 килограмма в год. Ну и если говорить о длительности, то длительность приёма аналогетиков, обращаю внимание, комбинированных аналогетиков, имеется в виду, то есть несколько препаратов, 2-3 в 1 до начала заместительной терапии. Эта длительность составляет как минимум 9 лет. До тех пор, пока диагноз не будет установлен, эти пациенты могут наблюдаться у доктора с диагнозом хронический пилонефрит из-за стерильной асептической лейкоцитурии или бактериальной. Но следует помнить, что крайне редко неосложнённые инфекции, бактериальные инфекции мочеводящих путей приводят к терминальной почечной недостаточности. Кроме того, у большинства пациентов наблюдается поражение других органов, допустим, системы крови, желудочно-кишечного тракта, ишемическая болезнь сердца, психологические или психиатрические проблемы. Для аналогетической нефропатии характерно уменьшение размеров почек, неровность контуров, кальцификация почечных сосочков по УЗИ, что также может увести врача, особенно уменьшение размеров и неровный контур, к диагнозу хронический пилонефрит. Но кальцификация позволит нам заподозрить злоупотребление аналогетиками. Золотым стандартом диагностики этого заболевания является компьютерная томография, обратите внимание, без контрастирования. Достаточно, нет необходимости вводить контраст, чтобы увидеть кальцификацию. Биопсию почки в этих случаях проводят крайне редко. Другой вопрос. У риски прогрессирования уже имеющейся хронической болезни почек при длительном приеме препаратов НПВП. Вот одно из крупных исследований. Хотела бы представить северные талии, которые включали пациентов с хронической болезнью почки и сравнивали с пациентами без хронической болезни почек. В целом по группе не было выявлено значительного повышения риска ХБП, но при оценке отдельных препаратов оказалось, что таков риск, риск прогрессирования ХБП повышался при приеме оксикамов и кетеролака даже при коротком приеме. Не было риска при приеме ибупрофена, коксибов, диклофенака, кетопрофена, напроксена и других препаратов. Имеет важное значение кумулятивный эффект для оксикамов. Каждый следующий месяц приема милоксикама повышает на 28% риск, пероксикама на 19%, а кетеролака достаточно короткого курса введения. Это препарат в основном для лечения острой боли, чтобы риск прогрессирования ХБП увеличился в 2,5 раза. Очень интересное исследование Precision, которое проводилось у больных с ревматоидным артритом, сравнивали почечную безопасность трех препаратов, целикоксибы, напроксена и бупрофена в максимальных терапевтических дозах. Лечение в среднем в 20 месяцев проводилось. Серьезный нежелательный эффект со стороны почек были значимы ниже в группе целикоксиба по сравнению с ибупрофеном, но не различались в группе напроксена. И данные метаанализа, имеющихся нескольких исследований, крупных в настоящее время, показались, что использование НПВП в средних терапевтических дозах в общем-то не повышает риск прогрессирования ХБП. Имеет значение прием высоких доз НПВП в течение длительного времени, более 6 месяцев. И в исследовании ГУЧ в основном это касается, этот риск затрагивает пациентов старшего возраста, старше 65 лет, с фильтрацией менее 30 мл в минуту. И вот следующий алгоритм, позвольте предложить, лечение болевого синдрома, в общем-то, у пожилого пациента в первую очередь, но и у всех пациентов с хроническим болевым синдромом. Парацетамол предлагается как первый препарат, хотя он не всегда очень эффективен, его обезболивающий эффект. Иногда приходится все-таки рассматривать прием НПВП. В случае высокого риска почек и ЖКТ, сочетанного риска, препаратами выбора являются коксибы. Если риск повреждения ЖКТ низкий, тогда можно рассмотреть на проксен. Но мы должны помнить всегда о рисках, может быть, не менее высоких сердечно-сосудистых осложнений у наших пациентов. И все эти риски оценивать. Таким образом, перед назначением НПВП, особенно пожилым пациентам, необходимо исследовать функцию почек и при длительном приеме ее регулярно мониторировать, креатинина, СКФ, калий и так далее. Назначать меньшую эффективную дозу на короткий срок предпочтительно перорально, избегать оксикамов длительно и кетеролака на короткий срок. Мне очень хороши комбинации селективных и неселективных препаратов. Если нам приходится выбирать, лучше выбрать группу селективных НПВП и комбинации избегать тройной терапии, НПВП, блокатор РАС, диуретики. Соответственно, рассматривать альтернативные методы лечения при СКФ меньше 30 мл в минуту. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...